Как Вы относитесь, Валерий Линич, к предложению начать с Путиным обсуждать условия его капитуляции? Мы его окружили со всех сторон, он уже дрожит от страха, и начать с ним обсуждать условия капитуляции. Да, Путин просто жаждет сесть с нами, со всеми, которые живы только благодаря тому, что он еще не приказал нас прикончить, сесть за круглый стол и срочно отдавать нам власть. Боюсь, что Михаил Михайлович Касьянов немножко забегает вперед. У немцовской солидарности немножко не те масштабы, которые были у польской солидарности, которая сумела поставить на уши не только Польшу, но еще и Советский Союз, который сильно дергался от ужаса. И фактически контролировала ситуацию в стране, так что пришлось вводить военное положение. Ну а потом Ярузельский, когда стало понятно, что из Советского Союза никто не придет на помощь, единственное, что придумал, это действительно посадить наивного Мазовецкого и солидаристов за круглый стол, отдать им власть и выйти сухим из воды. Но у нас ситуация, во-первых, не та, чтобы мы контролировали всю страну. Но когда мы начнем ее контролировать, я теперь лично решительно против того, чтобы садиться с преступником за круглый стол и обеспечивать ему безнаказанность, вот так, как обеспечили ее Ярузельскому. А теперь тщетно пытаются его засудить там, который год, так он, кажется, и умрет неосужденный. Нет, если у нас будет такая ситуация, то обойдемся без круглого стола. Путину светит скамья подсудимых, а не круглый стол. Это очень плохой прецедент заранее обещать преступникам и злодеям безнаказанность. Тогда у нас разведутся злодеи путем простого деления, раз никто ни за что не отвечает. Кстати, один раз уже не ответили коммунисты, поэтому чекисты подоспели на их место. Нет, а потом Михаил Михайлович обещает, что они начнут в январе уже собирать демократическую половину круглого стола в ожидании Путина, надеясь, что он подтянется. Я не знаю, кого собираются усадить за этот круглый стол. Судя по митингу на Пушкинской площади, туда, очевидно, пригласят Удальцова, Лимонова и Анпилова в качестве демократических сил. Так я даже Путина не стану зажидаться. Я уже с этими товарищами за круглый стол не сяду. И, по-моему, увидев этот контингент, и Путин за этот стол не сядет. Я думаю, что ошибка на самом деле в том, что Путин понимает, что происходит, что вот эта группа, которая сегодня располагается в Кремле, реально оценивает ситуацию. И понимает, что придется уходить от власти тем или иным путем. Путем румынским, польским, чешским, каким угодно. Я думаю, что они создают тысячелетний рейх. И чувствуют себя, думают, что все хорошо, и это какие-то локальные проблемы. Есть еще одна проблема, о которой мне не очень хотелось говорить, но я все-таки скажу. Последнее время и в оппозиции, особенно в оппозиции предпринимательской, появилось что-то слишком много людей, которые хотят проводить переговоры с этим режимом, с Путиным. Хотят с ними консолидироваться, хотят по существу присоединиться к этому ограблению России, к этой деградации, активной деградации России. Это очень печально. И то, что еще до того, как власть поняла или захотела понять, что приближается ее конец, кто-то из политиков пытается стать ее адвокатом, ну и защитить по существу. Это печально. Это печально. Ну и самое главное, бессмысленно. Значит, никто из Кремля встречаться с такой группой людей, думающих о будущем России, никогда не будет. Ну да, Путин прямо придет на поклонную гору с ключами от Кремля. Вручайте их катьяну. Ну с чего бы это... Нет. Нет. Нет.